Всем привет! Сегодня мы поговорим об Alcatel OneTouch 993D. Интересный очень аппарат, интересен он как в модельном ряду марки Alcatel, так и среди двух семейков, представленных на нашем рынке. Продается по рекомендованной цене 8 990 рублей. Добротно собран, качественные материалы и предлагает он Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich с ванильным интерфейсом. Давайте рассмотрим его. Спереди фронтальная камера 0.3 Мп, разговорный динамик, датчики освещенности и расстояния, логотип. Диагональ экрана составляет 4 дюйма, разрешение 800 на 480 точек, 233 ppi. Одновременное число мультчатача нажатий ограничено двумя. Экранчик хорошо реагирует на касания, не очень хорошие у него углы обзора. И на солнце ведет себя он не самым лучшим образом. Экран все равно хороший для телефона такого класса. Внизу три сенсорные клавиши, назад, домой и меню. Стилизованы они под виртуальной кнопкой появившейся Ice Cream Sandwich. На левом торце пусто. Внизу microSB для зарядки и соединения с компьютером, справа качелька громкости. Очень ее легко нащупать. Больше тут ничего нет. Наверху 3,5 мм для наушников, кнопка питания. Находится в правильном месте. Дотянуться до нее можно свободно. Сзади камера 5 мегапикселей с автофокусом и со вспышкой. Видео пишется в разрешении 480p. Громкоговоритель. Дополнительный микрофончик. Вантач. Несколько слов о материалах. По периметру идет однозначно глянцевый пластик. А вот тут уже сбоку, по периметру экрана, а вот сбоку телефона, такое ощущение, что какой-то сплав. Если это даже пластик, то компания проделала отличную работу. Выглядит он хорошо, ощущается как металл. В общем, хорошее такое решение. Вот этот вот непонятный материал также применяется возле камеры. Крышка прорезиненная. Очень качественная. Одна из самых лучших крышек, которые я видел вообще. Рифленая. Не остаются на ней отпечатки пальцев. И царапины тоже малозаметны. Стоит заглянуть под крышку. Батарейка емкостью 1500 мАч. Два слота SIM, один на другом. И разъем под карту памяти. Голый Android. Это очень хорошо, потому что пользователь может сам решать, какой лаунчер ему поставить. Посмотрим версию Android в настройках. Android 4.0.4 Пройдемся сразу по основным пунктам. Передача данных. Можно здесь ограничить объем трафика. Еще нет ничего особенного. Настройки двух SIM-карт. Один радиомодуль, поэтому SIM-карта работает в режиме ожидания. Если одна SIM-карта занята, то до второй дозвониться будет нельзя. SIM-карта по умолчанию 1.2. При этом, давайте продемонстрирую. Если мы пытаемся позвонить кому-нибудь, то у нас все равно появляется меню, где мы можем выбрать SIM-карту. Если она не выбрана, то дозвон будет осуществлен с той SIM-карты, которая указана по умолчанию в настройках. Посмотрим, как работает эта фишка в SMS. Жмем «Отправить». И то же самое всплывает. Такое меню, окошечко, где мы выбираем SIM-карту. Вот, куда-то ушло. Так, возвращаются на настройки. Звук. Телефончик громкий. Позже продемонстрирую в плеере. Не будем отвлекаться. Экран, яркость. Экран, кстати, не очень яркий. Это максимальная яркость у него сейчас установлена. Кстати, вот размер шрифта есть. Память. В телефоне встроено 3 ГБ памяти. 512 МБ оперативной памяти. И процессор с частотой 1 ГГц. Графический чип Adreno 200. Батарея. Приложение Аккаунты. Безопасность. Спецвозможности. Мимо, мимо. Хотел бы отметить пункт «Быстрая загрузка». Если она активна, эта функция, то телефон запускается практически мгновенно. Такое мы уже видели в телефонах HTC. Встроенные приложения. Несколько игрушек я установил из маркета. Браузер. Телефон подключен к Wi-Fi сейчас. Видеокамера. Давайте посмотрим на интерфейс камеры. Зум. Цифровой, естественно. Выбираем камеру. Вспышка. Такие вот результаты получаются. Подгружается галерея. Тиктофон. Диспетчер файлов. Календарь. Калькулятор. Настройки. Радио. Телефон. Фонарик. Из коробки доступна эта программка. Но, к сожалению, вот эти кнопочки почему-то никак не влияют на него. Яркость одна и та же. Вот эта штука она регулирует. Часы и экономия аккумулятора. Занятный пункт. При низком заряде будет уменьшаться яркость. Можно выбрать действие. Подключение и передача данных. Экран заблогировался и передача данных приостановилась. Трафик потребляться не будет. И, соответственно, на телефон не будет постоянно пытаться подключиться к сети. А здесь у нас диспетчер задачи. Можно отключить различные функции. Часы. Погода. Android Manager. Для синхронизации. Эта функция позволяет нам заблокировать телефон по просписи. Я бы, честно говоря, не доверял этой функции. Предустановлен и браузер Chrome на телефон. Кому не нравится стандартный браузер, тот может пользоваться хромом. Конвертер валют. Нет смысла показывать его. Так, MX Player. One Touch Backup. Создание резервных копий. Фирменное решение от Alcatel. Музыкальный плеер. Меню уведомлений. Достаточно красивый, удобный. Меню уведомлений забыл показать. Кнопки быстрого доступа. И еще вот можно отсюда фонарик активировать. Понравилась мне клавиатура в телефоне. Можно пользоваться как обычной. Давайте лучше через настройки попадем сюда. Есть обычная клавиатура Android. Есть Touch Bell. Поддерживает свайп. Поддерживает изменения размера. Может быть большой, средний-маленький. Сейчас большой размер. Привет. Предсказание есть. Смена языка. В одну касание. Удобная, гибкая. Стандартные сервисы. Сканер штрих-кодов. Приложение, позволяющее превратить телефон в точку доступа. Сейчас, в принципе, все Android позволяют это делать. В телефоне применяется батарейка 1500 мА. Мы ее видели уже. Производитель заявляет до 4 часов в режиме разговора в сетях 2G, до 3 часов в сетях 3G. А в режиме ожидания аппарат, по официальным данным, может продержаться до 420 часов. В реальном тестировании телефончик при непрерывном воспроизведении видео продержался на максимальной яркости экрана со всеми включенными с парадными модулями почти 5 часов. Есть даже скриншот. Галерея загружается не очень быстро, это меня немного напрягает. Много скриншотов понаделал. Вот графики разряда. Почти 5 часов без 2 минут. Здесь же давайте посмотрим результаты бетчмарка, которые телефон показал. Велам он выбил 941 балл. Нинамарк 1 47,9. Нинамарк 2 19,6. Квадрант 1636 очков. Антуту 3091. Ну и все, вот мультитач 2 нажатия. Телефон со стандартными задачами справляется вполне корректно, не тормозит никак. Все быстро открывается, загружается. Нужно попробовать живые обои даже поставить. Мимо. Несколько обоин предустановлено. Ну вот это вот. Быстродействие на столах никак не поменялось. Со смельной статической картинки на анимированную. Давайте посмотрим, как телефон поведет себя в играх. Подготовил я 4 игрушки. Начнем с самой простой. Angry Birds. Прям прекрасно собран телефон. Очень мне нравятся материалы. Особенно крышка. Не часто увидишь такое в недорогих телефонах. Производители пары даже глянцем не брезгуют и во флагманах. Чего, разумеется, делать не стоит. Потому что... Глянец очень быстро теряет презентабельный внешний вид. Совсем непрактичный материал. Четвертый уровень. Более-менее большой. Птица быстро ледит. Фреймрейт высокий. Играть можно без проблем. Напомню, что здесь одноядерный процессор с частотой 1 Гигагерц. Свернем. Заводной рыцарь. Доступный андроид, очень частенько тормозит в этой игрушке. Хотя ничего сложного в ней нет. Не особо ресурсоемкая она. GPS ловится нормально у телефона. Каких-либо нареканий работу с двумя сайм-картой не вызвало. Сеть держит телефон уверенно вполне. Wi-Fi тоже никак он не терял. Вижу местами подтормаживание. Плавности не очень заметные. Но, в принципе, выглядит играбельно. Давайте подождемся, когда он добежит. Ага, вот добежал. Вперёд! Встреча сSQL. Что, он не будет переморачиваться? Ну ладно. Ну, фреймрейт. Он будет посаживаться слегка, но не сильно заметно. Давайте пойдем дальше. Наверное, надо все-таки закрыть игры открытые. Хватит. Рипта-GP. Рипта-GP. А вот углы обзора здесь невысокие и играть не очень удобно, потому что картинка моментально высветает, если повернуть ее вот так вот. Ну и четвертая игра. Детриггер. С ней кое-какие проблемы. Впервые вижу, что играю. При этом, независимо от того, как графика установлена, несколько среднем максимально, эти артефакты все равно присутствуют. И игра получается не сильно играбельной. Загрузилась. Эффекты есть. Посмотрите. на руку, на руки, они прозрачные. Как-то так, программистам компании есть на чем поработать, потому что игра на других телефонах, повторюсь, идет вполне адекватно. Я все-таки забыл показывать максимальную громкость девайса. не тихий, но и не шепту громкий. Громкость чуть выше среднего. В общем, это все, что я хотел рассказать по этому телефону. В текстовом обзоре сможете ознакомиться с примерами фотографий, и на YouTube у нас есть пример видео. Телефончик мне понравился. Приятный очень. материалами своими. Производительность у него все-таки хорошая для его характеристик. Это не флагман, но какие-то задачи, которые вы будете перед ним ставить, он вполне может решать. Навигация, браузинг. Игрушки даже не сильно мощные, конечно же. Добротный двухсемник, интересной ценой. Очень рад, что Alcatel не стала устанавливать на телефон какой-то лончер и развязала руки пользователям, чтобы они могли сами все подстроить. Ну, сервисов, конечно, могло бы поменьше быть предустановленных, потому что некоторые совсем уже бесполезные игры. Тут есть даже демки. Или одна игра, в общем, в Midnight Bowling. А ее тоже, в принципе, можно было и не ставить сюда. Спасибо за внимание. До свидания.